Всем привет! Я сегодня в кадре не одна и хочу рассказать о самом легком способе подготовиться к экзаменам. Единственная поправочка, это касается только гуманитариев. Конечно, все любят спохватываться в последнюю минуту, но я такие примеры даже не буду рассматривать. Речь не об этом. Для того, чтобы легко учиться и легко готовиться к экзаменам, нужно внести в свою жизнь такую привычку, как читать. Если вы хотя бы через один день проводите минут 20 за чтением главы или нескольких страниц книги, это уже показатель того, что вам не составит труда нормально и достойно учиться. Но если это не так, то я считаю, что имеет смысл объяснить, как же все-таки внести такую привычку в свою жизнь. Говоря обо мне, я терпеть не могла читать, наверное, где-то до 11 класса. Вообще не вносила это. Не понимала ни классическую литературу, ничего. Вообще мне это было абсолютно неинтересно. Это легко исправить на самом деле. Первый пункт, который может вам помочь, это найти книгу, которая завлечет вас на целый день. Наткнуться на по-настоящему интересную книгу, интересное произведение, которое будет актуально для вас, которое будет о волнующей теме. Она может быть даже дурацкой. Самый популярный бестселлер, что-то типа того. В какое-то время это были сумерки. Так вот, что-то подобное. И когда вы осилите вот эти вот 300 или... Прости, Котя. Осилите вот эти 300 или 400 страниц за пару вечеров или за одну ночь, вы поймете, что вау, это не так уж и трудно, да я могу. И дальше, если вы не забросите чтение, то все пойдет само собой. Как его не забросить? Сейчас, когда наша жизнь процентов на 20 состоит из соцсетей, очень важно ограничить свое пребывание хотя бы в них. Просто отключите ленту новостей полностью, уберите все источники. И когда ваша рука потянется к телефону, для того, чтобы открыть ленту ВКонтакте, допустим, вы там не увидите ничего, а жажда получения информации, она ведь присутствует, потому что мы уже подсели на нее, как на наркотик. И тогда на помощь вам придет как раз-таки книга. Опять же, начинать рекомендую с коротеньких произведений, и с такого замечательного сайта, как smartfiction.ru. Вот эти короткие рассказы, классиков, которые там публикуются, они занимают обычно не больше 5 или 10 минут, и это замечательное начало для того, чтобы приучить себя читать. Если у вас сейчас не так много свободного времени для того, чтобы осилить какую-то большую книгу, там, страниц на 500-600, и тем более, если вам нужно готовиться к экзаменам, замените вот эту вот привычку, теперь уже заходить на smartfiction, на то, чтобы читать в день по одному или два билета. Где-то за месяц вы полностью подготовитесь, действительно все запомните и выучите, так как это уже будет естественным процессом вашей жизни, естественной привычкой, естественным хобби, и вы абсолютно не заметите, как освоить материал. Я тоже говорю не впустую сейчас, я так готовилась к госэкзаменам, просто разбила дни, оставшиеся на подготовку, на чтение по 2-3 билета в день, занималась так, готовилась, а все, что потом произошло, это, как на любом экзамене, момент удачи, везения, случая, кто-то вышел, кто-то рассказал, что тебе выпадет, кто-то случайно там что-то произошло, все остальное – это импровизация. Но знать материал и быть уверенным в себе – это очень и очень важная часть всего этого процесса. Поэтому для того, чтобы успешно учиться и сдавать экзамены, вам нужно ввести в свою жизнь привычку читать. Любой человек, который вам говорит обратное или умалчивает о том, что не читающий в обычной жизни человек, не может усвоить материал, как тот, кто регулярно занимается чтением литературы, он просто врет вам. Поэтому удалите сейчас приложение ВКонтакте с телефона, поставьте вместо этого какую-то читалку, загрузите в нее пару-тройку книг и вперед. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok